сирокеза смотрящим привет расскажу вам такую историю вчера в 12 ночи или 0000 две пожарных машины два экипажа пронеслись по от брюшна с сиренами наверно многие слышали повернули на велика съела доль рыбира и там затихли и конечно пошел спать а утром смотрите смотрите что творится утром утром пожарные машины куда-то вывозят что-то и как оказалось это вот как раз то место где хранится щепа откуда топят наш городок оказалось что на перекрестке улице коммунала и великос открыт колодец и там одинокий пожарный спасатель стоит и подключена помпа и он эту помпу значит обслуживает ну получается всю ночь качали очень интересно хотя и непонятно вот по улице если смотреть улица великос от рыбир от перекрестка от бревоши нас до вот этого момента там есть колодцы которые естественно видимо канализации или водоснабжения уж не знаю не удалось мне ничего узнать но зато вот видим снег убран на стоянках у торговых центров там где частные деньги там все всегда убрано там где налоги государственные там ничего не убирается это потому как налоги это деньги не ваши они говорят это деньги наши ну налоги то есть налоги наши но деньги это не наши это налоги наш ну короче не об этом он смотрите видите на великос вот тут вот что-то размыто и видимо что-то прорвало ну судя по всему чтобы не разорвало уж совсем а то это же беда на морозе представляете вот тут сколько вот тут на перекрестке что-то отключили может кто-то знает можете в деле делиться в комментариях сообща найдем правду и поймем что это было вот даже по моему это пожарка не наша это какая-то машина приезжая с таким вот маркировкой с эмблемой честно сказать я у нас депо такого в депо таких не видел это какая-то залетная вот видите помпа и выкачивается пожарка всасывает в себя и куда-то вывозит ну к концу дня уже вон там даже вода канал поехал но концу дня все разлучилось все было нормально ну а первый день начался как и положено то есть снег у нас идет его кто-то говорят говорят не буду отрицать говорят что его чистят но никто его не вывозит в связи с этим turbo кольцо превратилась не в кольцо а два бублика между которыми уже сугробы то есть если бы не было этих каменных вставок там бы просто было ну то есть полоса по которой можно ездить так как там есть каменные вставки на этих каменных ставках грейдерами собралось огромное количество снега в который собственно вот видите выносят машины которые ну пытались ехать наверное каша помешала ехать ровно может дрифта но может несло ну не вне суть снег надо вывозить если вы не возить то такие машины ты еще удачно сел то есть сел никого не поранил и сам не побился суета со снегом у нас продолжается хотя на улице уже минус 2 минус 3 и говорят будет оттепель ну а тротуары видите сами вот когда-то мы помнили дворников которые чистили эти тротуары теперь не дворник не трактор очек никто их не чистит мы ножками протаптываем и куда вы думаете я иду я иду в иса иса это скайтом скайством копшина с а значит салон по русский салон красоты в которой у которого 1 декабря 23 года работы представляете не так много вообще в латвии предприятий которые 23 года под одним названием 1 1 видом деятельности занимаются ну это можно сказать даже как сказать ну очень солидный солидный возраст за что можно только порадоваться что и в резагна есть такие стабильные предприятия пускай и салон красоты это тоже много важно я потом сделал отдельное видео как я побывал в этом салоне красоты а так для затравки я там прошел одну интересную процедуру и как бы я увидел свою голову свои волосы оказалось что е-мое как молодой голова у меня супер голова супер кто себя еще не похвалит как только сам и только уж при монтаже я заметил что смотрите мне оказывается снимали как звезду аж три молодые девушки ну было приятно ну а если шутки в сторону то на самом деле процедура интересная и вы наверно догадываетесь эта штука позволяет видеть состояние кожного покрона под волосами его выделение этих шальных сальных желез как у как как выглядят волосы но об этом уже в другом видео это просто для затравочки чтобы было понятно что вот такие даже процедуры есть в том салоне которому который развивается стабильно стабильно идет к успеху ну а вечер закончился как всегда на дороге сейчас это основная новость снег и дороги сломались вот какой-то или один автобус или два автобуса но опять у нас очередная такая небольшая проблема на дороге где приходится по такому снегу покашивать по этой оттормаживаться перестраиваться тем самым усложняя жизнь и себе и дорожным службам которые не могут толком почистить а кстати еще и придумали я не успел заснять но видел что снимали был репортаж где игру сколько же могут висеть наши караги с 18 ноября до нового года их решили снять и их решили снять именно тогда когда на мосту больше всего снега идет больше всего этих сугробов ну в общем все очень разумно все очень так это логично всем удачи всем пока будет мир во всем мире и и и